Именно Макрон окончательно превратился из голубя мира в ястреба войны. Он выступил на национальном телевидении и снова повторил свои воинственные тезисы и впервые назвал Москву противником Франции. А еще президент решил жестко разобраться с оппозиционными партиями. Как это было, что на самом деле думают французы о действиях своего президента и сколько из них верят в победу Украины. Привет, меня зовут Татьяна, живу в Париже и каждую пятницу представляю вам свежий обзор французской прессы. Ссылки на все статьи вы найдете в закрепленном комментарии под этим видео. Давайте начнем. Во вторник Нижняя палата французского парламента, Национальная ассамблея, обсуждала помощь Украине. В середине февраля Эммануэль Макрон подписал 10-летнее соглашение о безопасности со своим украинским коллегой. Оно предусматривает выделение финансовой помощи в 3 миллиарда евро в этом году, а еще поддержку вступления Украины в Европейский Союз. Дебаты, а затем и голосование по этому вопросу были чисто символическими. Они никак не влияли на соглашения, подписанные президентами. Зачем же тогда проводилось это заседание? Чтобы сорвать маски и показать французам, кто за кого в этом конфликте, пишет издание Франс Анфо. За последнее время Эммануэль Макрон сделал сразу несколько воинственных заявлений. Во-первых, не исключил отправку европейских войск в зону конфликта. Во-вторых, заявил, что в поддержке Киева для него нет красных линий. Оба заявления вызвали бурную реакцию как внутри страны, так и за ее пределами. Оппозиционные партии были крайне встревожены риторикой президента. Глава республиканцев Эрик Сью Ти заявил, что его партия не согласна отправлять войска. Это неуместная и безответственная позиция, приводит его слова издание Франс Анфо. Глава крайне правой партии Национальное объединение Жордан Барделла предложил красные линии все же провести. Одна из них – вступление Украины в Европейский Союз. По его мнению, это увеличит риск эскалации. С ним согласились Фавьен Руссель, это глава коммунистов, и Мануэль Бампар, представитель партии «Непокорная Франция». Оставалась интригой, проголосуют ли все эти партии против соглашения или воздержатся под напором президентского большинства. Давление ощущалось, ведь еще накануне пресса записала все эти партии в союзники Москвы и критиковала их предложение вернуться на путь дипломатии и дать гарантии безопасности Кремлю. Заседание Ассамблеи открыл премьер-министр Франции Габриэль Аталь. Он заявил, мы находимся в переломном моменте. Голосовать против – значит повернуться спиной к истории, воздержаться – значит сбежать. На эту манипуляцию обратила внимание Марин Липен, глава крайней правой группы Национальное объединение. Получается, мы либо сторонники Макрона, либо нас обвинят в поддержке Кремля, сказала она. При голосовании ее партия воздержалась, но один из макронистов, Бенджамин Хаддад, назвал этот шаг поддержкой Москвы. Спиной к истории повернулись две левые партии – коммунисты и непокорная Франция. Они полным составом проголосовали против соглашения. На самом деле мы тут не принимаем решения, вы подписали бумагу сами, никого не спрашивая, заявил представитель непокорных Арно Легаль. Но после безответственных заявлений президента мы не можем поддержать это соглашение, заключил депутат. Однако все остальные партии соглашения поддержали. За проголосовали 372 депутата, против – 99. 101 депутат воздержался. Отмечу, что практически все партии – республиканцы, коммунисты, крайне правые и социалисты – резко осудили тактику президента. Он сделал Украину предметом внутриполитической борьбы, поскольку его партия с треском проигрывает европейские выборы. Выборы в Европарламент пройдут 9 июня. У Франции 81 место. Каждая политическая партия представляет на голосование свой список кандидатов. Выигрывают списки, набравшие больше 5% голосов. На их основе составляется уже общий список депутатов, которые займут кресло в Европарламенте. Опросы показывают, что безусловным лидером сейчас является Жордан Борделла – лидер списка от крайне правой партии «Национальное объединение». Пять лет назад он уже выигрывал эти выборы и готов повторить успех. За него хотят проголосовать 30% респондентов. Партии Макрона готовы отдать голоса только 18% избирателей. Но у макронистов есть шанс сократить разрыв. В начале недели в Лиле президентская партия «Возрождение» провела большую встречу с избирателями. Валерий Эйе, глава партийного списка, заявила о себе широкой публике. Поддержать ее приехал премьер-министр Габриэль Аталь. И буквально сразу президентский дуэт напал на своих оппонентов. Госпожа Эйе упрекнула бывшую руководительницу Национального объединения Марин Липен в связях с Москвой и в том, что она ослабила бдительность в отношении Кремля. Европе грозит хаос, если на выборах победят крайне правые. У Липен действительно были хорошие отношения с Москвой. Десять лет назад она даже взяла кредит в Российском банке на развитие партии. Этот кредит давно погашен, но остается невыводимым пятном на белом пальто госпожи Липен. Ей регулярно припоминают эту суду, хотя она много раз объясняла, что взяла деньги у банка, а не у российского президента. И сделала это, потому что французские кредитные организации ей отказали. Франс Анфо отмечает, макронисты решили воспользоваться старой тактикой демонизации оппонентов. Они использовали ее дважды на прошлых европейских выборах и во втором туре выборов президента. Оба раза стратегия сработала, избиратели ринулись голосовать за макронистов. Только бы не допустить к власти ужасные правые силы. Соратник Марин Липен и глава ее партии Жордан Барделла тоже подвергся критике со стороны макронистов. Представитель президентской партии Сильвен Майар заявил, что Барделла не бывает в Европейском парламенте. «Когда идет важное голосование, его никогда нет, он в бассейне. Зачем он там вообще нужен? Он депутат или спасатель?» – пошутил господин Майар. Журналисты проверили громкое заявление. Оказалось, что за последние пять лет Жордан Барделла присутствовал на пленарных заседаниях в 94% случаев. Эти данные были получены через специальную платформу, которая отслеживает активность европейских депутатов. Средняя явка составляет около 90%, так что назвать Барделлу прогульщиком или спасателем точно нельзя. Но его оппоненты действительно приходят на заседания чаще. Та же Валерия Е посещает 98% пленарных заседаний. К тому же за время своего мандата господин Барделла предложил всего 21 поправку к законам, пишет Францанфо. Хотя за то же время его коллега из партии «Непокорная Франция» Манон Обри предложила аж 3,5 тысячи поправок. А между тем, предвыборная стратегия президентской партии не слишком нравится избирателям. Например, читатели издания Францанфо считают, что президент неправ, помещая украинский вопрос в центр своей предвыборной кампании. Подавляющее число комментаторов написали, что таким образом макронисты пытаются прикрыть отсутствие внятной программы, в центре которой будут реальные проблемы страны. В этом году интерес французов к европейским выборам заметно возрос. Прийти на избирательные участки планируют 46% респондентов. До этого много лет явка снижалась с 61% в 1979 году до 43% в 2014. По мнению аналитиков, французы недовольны текущей работой европейских институтов и хотели бы изменить положение дел. Кроме того, новый состав Европарламента однозначно будет более правым, говорят эксперты. Расцвет их идей наблюдается по всей Европе. Тем временем, Эминуэль Макрон решил выступить по телевидению, чтобы разъяснить французам свою позицию. Вчера вечером он дал большое интервью главным телеканалам, но ничего принципиально нового не сказал. Макрон указал, что страны, которые ставят лимиты на поддержку Украины, выбирают поражение. Однако Франция при всем желании помочь не возьмет инициативу и никогда не пойдет в наступление. Впервые французский лидер назвал Москву противником и указал, если победа окажется на ее стороне, жизнь французов изменится. Доверие к Европейскому Союзу будет потеряно, а поляки, литовцы, эстонцы и румыны не смогут чувствовать себя в безопасности, сказал президент, не уточнив, что все эти государства входят в НАТО. Журналисты спросили у президента, как он планирует финансировать помощь Украине, ведь во Франции сейчас режим экономии, чтобы снизить дефицит бюджета и не потерять международные рейтинги. Эминуэль Макрон ответил, он не исключает, что придется использовать кредиты. За несколько дней до этого интервью исследовательская компания Elab провела опрос для канала БФМ-ТВ. 54% респондентов заявили, что Франция должна продолжать помогать Украине, но делать это нужно осторожно, не подвергая себя опасности. 61% опрошенных уверен, что Россия представляет реальную угрозу безопасности Франции. 57% заявили, что президент был неправ, ужесточая риторику против Москвы. К тому же 51% не согласен отправлять Киеву 3 млрд евро. Ну а что касается исхода этого конфликта, то 70% уверены, что проиграли обе стороны. При этом 20% убеждены в победе России, это плюс 6 пунктов за полтора года. В победу Украины верят 10% опрошенных, минус 3 пункта за тот же период. А что думаете вы? Обязательно напишите в комментариях, только, пожалуйста, соблюдайте правила платформы и правила приличия. Поддержать мою работу финансово можно с помощью кнопочки «Спасибо». Я буду вам очень благодарна. Если все понравилось, ставьте лайк и обязательно возвращайтесь в следующую пятницу. Мы снова вместе полистаем французские СМИ. Отличной вам недели. Обнимаю крепко. Пока-пока.